тема то безобидная на первый взгляд я хочу другую семью но обязательно не такую как у вас есть у родителей хочу чтобы у меня был надежный мужчина как банк я сюда принесла свое представление о семье я также фантазирую как и ты папочка я бессознательно буду искать тебя в других мужчинах я тебе лет 20 сэкономлю у тебя контакты с твоей реальной семьей нет все правда чувствую что как будто вы про меня все знаете и это шоу метод шоу без сценария сегодня мы с вами рассмотрим тему что же такое семья и почему вы все время ее ищите тема то безобидная на первый взгляд мне нужен тот из вас кто ищет семью хочет ее создать кто все время находится в этом ну где же где же такая подняла руку и отвернулась не дай бог позову ну ладно ну пойдем это я высаживайся как тебя зовут меня зовут диана диана как себя чувствуешь мне очень волнительно но я чувствую что это та тема с которой вот прям буквально сейчас нужно разобраться четко ты подняла руку на мой запрос кто ищет семью или хочет ее создать вот это вот ощущение где моя семья или что вот сейчас встречу того самого суженого ряженого построить с ним семью ощущение внутри что есть какая-то точка б вот сейчас есть сейчас а есть какая-то точка б в которой я себя чувствую по-другому именно формате того что вокруг меня есть близкие люди а сейчас их нет так как я себе это представляю нет вот а как ты себе это представляешь как нарисуй пожалуйста образ своей семьи вот что ты хочешь я хочу чтобы у меня был надежный мужчина как банк нет как стена хорошо чтобы взаимные чувства что были и чтобы в этом всем была жизнь то есть не какие-то шаблоны где кто-то кому-то угождает или кто-то под кого-то подстраивается а когда вы как партнеры живете свою жизнь строите планы осуществляете их а ты готова выдерживать живого человека рядом я шаблонов без стандартов со своим мнением почему-то я понимаю что это самый лучший способ быть счастливым когда рядом с тобой живой человек они робот или тот кто тебя хочет как-то переделать перестроить поэтому я понимаю что это путь он будет тернистый но я готова и я хочу то есть есть понимание что нужно разговаривать что нужно так много всего знаю что я не знаю не понимаю зачем я тебе тут у тебя есть семья сейчас но в понимании именно мужчина и женщина нет есть вот просто мои близкие мои родственники они так себя да не считается но это моя семья именно по роду но не семья которую я создала и с ними сложные до отношения очень то есть было время когда я не считала себя частью семьи ты себе такую же хочешь нет я хочу другую семью с другими ценностями с другими принципами наверное даже класс как думаешь у тебя есть шанс у всех есть шанс я понимаю что нужно просто проделать работу над головой над своей над собой и получится хорошо вот а в этом и есть глобальное заблуждение людей в том что вы хотите создать семью но обязательно не такую как у вас есть у родителей обязательно вот прям совсем совсем другую это все равно что яблочко будет говорить что я хочу дыню вырастить у себя в огороде вот яблоневый сад мне не нравится они не такие неправильные а ты представь они живые и ты себе именно такого и заказываешь но голова думает что в этом саду хочет вырастить тыковку а из семечки яблочко тыковка не растет когда я задаю вопрос как ты думаешь если у тебя шанс имею в виду если шанс построить в такой конструкции когда ты хочешь живого человека со своими взглядами интересами любовь хочешь но при этом про свою семью думаешь что там что-то не так и хочешь не так как у них а когда вы хотите не так как у них что вы делаете вы строите точно так же как у них причем в самом негативном варианте и думаете ну просто поработать надо сейчас я немножко поработаю сколько тебе сейчас лет 24 24 я тебе лет 20 сэкономлю а то есть женщины 44 лет которые на этой философии пытались что-то сделать 20 лет и у них не получилось или есть у кого получилось кто-то исправил все-таки наконец-таки и свою семью полностью перевоспитал нормально уже отец ни у кого что ли не получилось а почему вы тогда так усердно пытаетесь это продолжать делать если это не работает ну хорошо посмотрим давай-ка мы выберем здесь фигуру тебя а вот вы девушка белом да давай мы выберем твою семью о которой ты мечтаешь вот думаю что я себе ну ту самую фантазийную образ семьи а выбери сама очень сложно надо почувствовать очень сложно скажи и похоже на то и похоже на то что я считаю что я считаю что мужчина решит все мои проблемы что мужчина решит все мои проблемы я уже придумала что он не должен я уже придумала что он не должен он должен быть крепким как стена он должен быть крепким как стена чтобы выдержать весь этот список требований. Я даю этому место. Скажи, я признаю и принимаю, что я не понимаю разницы между мужчиной и семьёй. Я даю этому место. А вы понимаете, что отношения с мужчиной и когда вы строите семью с мужчиной, это разные сути. Так, скажи, я признаю и принимаю, я признаю и принимаю, что я всё время ищу образ мужчины, которого не могу найти. Ни один реальный живой мужчина под этот образ не подходит. И я даю этому место. Я даю этому место. Можно вас, мужчин? Ну, простите. Да. Как ты себя чувствуешь? Чувствую, что что-то внутри у меня скрипит. Немножко. Сложно расставаться с фантазиями. Да. Я год расстаюсь с фантазиями. Это очень страшно и больше. Как тебя зовут и как ты себя чувствуешь? Меня зовут Снежана. Чувствую я себя хорошо, но у меня идёт такая пульсация во всём теле. Смотри, здесь важная задача будет. Я понимаю, что ты пришла со своими запросами, и их очень много. И когда вот так зовут сюда, на сцену, то первое, что происходит с людьми, очень сильно хочется подлечить своё. Попробуй почувствовать и занять то место в пространстве, на сцене, вот как из фигуры Дианы. Как ты себя чувствуешь? Мне интересно. Мне интересно. Как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую сейчас спокойнее, но у меня прям по спине, как будто кто-то меня за позвоночник так оттягивает назад. Но спокойно в целом. Хорошо. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Как себя чувствуете? Отлично. Побудьте, пожалуйста, фигурой семьи. А семьи, её желаемой семьи. Не фактической семьи, а желаемой семьи. Договорились. И займите своё место в пространстве, где сочтёте необходимое. А можно вас? Да. Побудьте фигурой реальной семьи. Ну, прости, уж какая есть. Я симпатичную выбрала. Я не говорю, что я их не люблю, я их очень люблю. Просто очень сложно было когда-то. Ну, ты же себя так же хочешь. Скажи, и похоже на то, и похоже на то, что я решила вылечить весь род. Что я решила вылечить весь род. Пока не получилось, пока не получилось. Но я верю. Но я верю. Что с тобой сейчас? Ну, как будто бы невозможно по-другому обойти вот этот этап работы со своей семьёй, которая сейчас. Я всё время хочу как-то вот их принять и отойти, но... принять и бросить. Побудьте фигурой её реальной семьи. Как тебя зовут и как себя чувствуешь? Меня зовут Александра. Я её очень люблю. Ощущение большого тепла и любви к ней. Скажи, я сюда принесла... Я сюда принесла... Своё представление о семье. Своё представление о семье. Скажи, я так же фантазирую, как и ты. Я так же фантазирую, как и ты. Это правда? Такая... Я её люблю. Очень сильно. А куда девать всё то, что у них там есть? Ну, она правда приятная. Она прекрасная, понимаешь? Я тоже её уже люблю немножечко. Скажи, я признаю и принимаю... Я признаю и принимаю... Что мне было сложно... Что мне было сложно... Смотреть в свою семью. Смотреть в свою семью. И я даю этому место. И я даю этому место. Я принимаю этот опыт. Я принимаю этот опыт... Я принимаю этот опыт... Ровно по той цене? ровно по той цене, по которой он мне достался. Я признаю и принимаю, я признаю и принимаю, что в моей семье было очень много боли, обид, тайн и насилие. Я даю этому место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. И даю этому место. Как ты себя чувствуешь? Ну, всё правда. Всё правда. Чувствую, что как будто вы про меня всё знаете. И про них тоже. И про них тоже. Но что с этим делать? Непонятно пока. Сейчас. Скажи, я признаю и принимаю, я признаю и принимаю, что я долгое время, что я долгое время, не хотела смотреть, не хотела смотреть, на всё, что происходит в моей семье. На всё, что происходит в моей семье. Я даю этому место. Поэтому я решила придумать себя. Придумать себе. Новую семью. Идеальную. Идеальную. Любящую. Взаимную. Без вот этого всего. Без вот этого всего. И эти фантазии? И эти фантазии? Помогали мне справляться? Помогали мне справляться? С тем, что есть на самом деле? С тем, что есть на самом деле. И я даю этому? И я даю этому место. Да. Так было легче, наверное. Жить какой-то звездой вот этой вот. В конце всего этого туннеля. Чувство веры. Чувство веры в светлое, в любовь. Вера в то, что где-то обязательно есть какие-то удивительные, прекрасные, невероятные любящие люди. Пирожки по утрам в постель обязательно. С горячей чашечкой чая. Совместные поездки, Рождество, традиции. Да, что ну где-то же показывают в соцсетях, что это есть. И вы же смотрите и думаете, что ну вот же, вот же. Это же просто у меня бракованное какое-то. А у них-то вот нормальные люди. Да? Нормальные, красивые, успешные, реализованные. Вот такие вот. И детки у них прям мало-мало-меньше. И такие все хорошенькие. А мои почему-то разносят дом. Здесь же нормальные дети из соцсетей. Но почему-то именно мои только что разрисовывали кошку. Или обои в комнате. И вот эта вот вера в то, что ну где-то там вот эта далекая звезда, образ семьи, что якобы к нему нужно стремиться. Они же улыбаются в кадре, правда? Такие прям. И с куличиком. Или с тортиком, да, такие. Вы думаете, ну вот, рядом же совсем. Я же ее даже знаю, да, подружка какая-нибудь. Правда, он там пьет, и они разводятся через неделю. Но это детали. Это вообще никого не интересует. И тогда получается, что где-то здесь, ну, глобальная нестыковка. Где-то здесь системырор. Когда вы отказываетесь от своей реальной семьи, и реальная семья как фигура приходит, и она просто отлетевшая. Она такая, я всех люблю. А кто обои и кошку разрисовывал? А разводился? А вот это вот детьми манипулировал? А изменял кто? Куда это девать все? И ждут, что придет стена. Ну он-то точно знает, как все разрулить. Да? Вся надежда на него, на мужика. Да не то, чтобы... Просто когда встречаешь человека, как белый лист, вы можете с ним договориться, настроиться. Скажи, я признаю и принимаю. Я признаю и принимаю, что я хотела все спрятать. Что я хотела все спрятать. Найти человека. Найти человека. Кто ничего не знает. Кто ничего не знает. О моей настоящей семье. О моей настоящей семье. Так и быть на общий праздник. Так и быть на общий праздник. Они себя будут прилично вести. Они себя будут прилично вести. Чтобы не позориться. Чтобы не позориться. Перед священным мужчиной. перед священным мужчиной. У меня к тебе есть секрет. Он не белый лист. У него там тоже его семья. И там тоже было все. Так, ладно, давайте, мне нужна, вот, можно у вас, вот, девушка в красном пиджаке, да, побудьте фигурой мечты. Как у тебя? Немножечко как дотекает? Ну да, интересно вот этот момент последний, что у других людей ведь тоже что-то есть в жизни. Нет, ну может быть, давай мы спросим у зала, может, это тебе просто не повезло? Ну бывает так, понимаешь? Нет, я не то, что про других думаю, что у них все идеально, просто я думаю, что про себя больше, что как бы вот у меня есть текущие какие-то сложности, и в рамках своей жизни решать я с другими не сравниваю. Я знаю, что у всех всегда есть какой-то момент, просто когда ты что-то свое хочешь убрать, ты на него и акцентируешься. Какие-то моменты, чтобы никто не знал, что вот оно там было, и пусть оно там будет. Все дышать начали. Смотри, ты когда свое хочешь что-то убрать, хоть что-то, хоть какой-то грамм ты хочешь убрать из своего предыдущего опыта, ты у себя убираешь фундамент, на котором же тебе и стоять по идее. Когда у вас возникает идея хоть что-либо у себя убрать, вы у себя выбиваете почву из-под ног. Ну заходи. Здравствуйте. Как тебя зовут? Анастасия. Анастасия. Побудь, пожалуйста, фантазией. Вот мечта. Мечта, фантазия, да. Знаешь, как вот есть реальность, ну такая, какая есть. А люди, когда они не справляются эмоционально с реальностью, они такие, вот, а было бы хорошо, если бы вот там фэмили лук, вот такой вот мужчина, стена, скала просто. Это, спойлер, он же когда придет, как скала, ты же его первая на прочность проверять будешь. Ты такая, так, погоди. По-моему, тут кирпичики какие-то хлипенькие. И ты же будешь первым человеком, кто эту скалу начнешь разрушать, потому что, ну а вдруг он не скала, вдруг он не стена, понимаешь? Это же надо проверить. Я знаю эту свою поведенческую модель, и я стараюсь просто замереть и ничего не делать вообще. Скажи, и похоже на то, что я могу себе все объяснить? Мой мозг настолько сильно объясняет все, что я не верю своим чувствам. Все могу объяснить. И я даю этому место. Скажи, когда-то я выбрала, что моя логика – это главное. Главнее, чем чувство. Главнее, чем сердце. Главнее, чем любовь. Я хочу построить любящее отношение на базе логики. На базе логики. У меня точно получится. И я даю этому место. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду и в моих реинкарнациях, кто отказался от чувств от любви в пользу логики. И я даю им место. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду, кто создавал семьи по расчету. И я даю им место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Скажи, я вроде бы по любви хочу, но обязательно через расчет. Но обязательно через расчет. И я даю этому место. И я даю этому место. Так. Я из фигуры Дианы отдельно вытаскиваю фантазии, которые помогали справляться с реальностью. Что вот отдельно ты, отдельно твои образы, вот эти вот видения. А как должно быть? Я из твоей желаемой семьи, вот этого мужчины, стены, скалы, на которого возложена непомерная ответственность почему-то за твою жизнь и за твои фантазии. Он обычный, реальный. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю, что я хотела выбрать надежного мужчину? Что я хотела выбрать надежного мужчину? Белый лист. Белый лист. И воспитать его под себя. И воспитать его под себя. Раз его мама не справилась, раз его мама не справилась, я точно доработаю. Я точно доработаю. И я даю этому место. И я даю этому место. Я из вас вытаскиваю снова прекрасную фантазию. И из реальной семьи, фигуры реальной семьи, ты же не одна такая, кто мечтал. Ты же тоже эти идеи откуда-то взяла. Тебе же кто-то рассказывал. Вырастешь доченька, найдешь себе белый лист, скалу, и он обязательно выполнит все твои желания. Это тут в системе, в семье тоже есть. я из тебя это размещаю по адресу. Вы можете располагаться так, как вам комфортно, когда процесс идет, если вдруг что-то вы чувствуете меняется, или что-то хочется вам сделать. Вы шевелитесь, потому что здесь же это для меня подсказки, что происходит. у меня почему-то идет прям очень сильно мысль, идет мысль, а я хочу свою ответственность возложить на кого-то. Я не хочу принимать решения сама, я хочу переложить ответственность. Я хочу, чтобы кто-то за меня отвечал. Вот я не знаю, почему мне идет такая мысль постоянно. Это не моя мысль точно, потому что это точно не мое. Я наоборот все хочу на себя. А здесь вот я первый раз ощущаю такие ощущения, что я хочу кого-то вот прям отдать себя, все, ведите меня дальше. Но это не мое точно. Я прям хочу даже отойти. Дальше сама, сама. Выживай. Скажи, я не выдерживаю твою историю. Я не выдерживаю твою историю. Да. Как ты себя чувствуешь? Я вернусь. Так будет легче, мне кажется. Я возле тебя. просто настолько все на мне сейчас, что где-то там вот там и вот там. Я хочу, чтобы хотя бы немножечко было не на мне. То есть... И вот этот момент, что я не выдерживаю свою историю, наверное, поэтому появляются иллюзии. Я где-то сама не выдерживаю свои истории, свой темп жизни, изменения, которые происходят. Выдыхай пока. Сейчас мы посмотрим дальше. Как себя фигуру семьи чувствуют? У меня внутри такой шар большой, огромный, в душе прям вот стоит и надувается. Большой. Угу. Как ты себя чувствуешь? Ну, я более-менее нормально сейчас. Как-то немножко отпустила. Но она просто так фонила, что я не могла не сказать об этом. Как фантазии себя чувствуют? мне достаточно комфортно было рядом с мужчиной. Прямо очень потом захотелось перейти на левую сторону. А сейчас мне очень хочется поддерживать. Скажи, в моих фантазиях в моих фантазиях я очень жду, я очень жду, что придет мужчина, что придет мужчина и будет вместе со мной тащить, и будет вместе со мной тащить все, что я тащу за других. И я даю этому место. Но пока настолько сильного не нашла. Никто за меня тащить не хочет. А ты видишь вот эту фигуру? Что прям видеть, нет. Я пока вот больше даже мечты как-то ближе ко мне. а вот будущее нет. Я не чувствую. Это не будущее. Это реально. У тебя контакта с твоей реальной семьей нет? Скажи, я слишком много на себя взяла. Я слишком много на себя взяла. За них всех. За них всех. Я думала, что они не справятся. Я думала, что они не справятся. И что я должна расплачиваться за них всех. И что я должна расплачиваться за них всех. Я даю этому место. Я даю этому место. Вы многие даже вообще не понимаете, что такое суть семьи. И дальше мужско-женских вот этих вот развлекушек не понимаете глубины. И тогда там нет даже шанса пройти в глубину в понимание, что такое семья. Когда вы очень просто отказываетесь друг от друга. Поженились, развелись через два-три годика. Дети родили, все, не папа. Или все, не муж больше. Расходимся. И снова ищите с кем вот это вот. Только к тому, кого вы ищете, к нему сразу список. за него, за всех бывших обязательно, за всех гипотетических. И понимаете, каждый последующий человек, кто приходит к вам в пару, у него вот эта карточка, как у врача, она толще становится, понимаете, что бесконечные требования. И вы в этом даже близко не проходите. в том, а что это? Что такое семья? Вообще для чего это было придумано? Вы думаете, что можно отказаться от мамы и папы, от пьющего дяди, от двоюродного брата, кто в тюрьме сидел? Вы сами свою семью изначальную вот эту расчленяете по кусочкам, исключая оттуда всех тех, кто по праву там находится. Скажи фразу. Во мне, как в семье, во мне, как в семье, нет лишних, нет лишних, нет случайных, нет случайных, и нет неправильных, и нет неправильных. Все, кто в меня входит, все, кто в меня входит, имеет право там быть. Либо по праву рождения, либо по праву назначения, и здесь имеем в виду официальные браки, документы, свидетельства. Либо по праву рождения, если человек, ребенок, Сводный брат Третий ребенок первой бывшей жены Вашего нынешнего мужа Все эти люди имеют право быть в этой системе Когда люди создают семью Это как система больше, чем просто симпатия Больше, чем договоренность о быте Это вообще не про то, кто сколько зарабатывает И кто кого содержит Это даже больше, чем то, кто от кого рожает детей Семья как большая структура Она энергетически Вот если бы можно было ее обличить физическое тело Она бы была человеком Но она не имеет конкретного человеческого тела Это вот как система Есть бизнес как система А есть семья как система, как структура И вот эта система семьи Она важнее, чем каждый отдельный член семьи То есть структура семьи важнее, чем каждый отдельный член семьи Моя семья важнее, чем я Вся система семьи важнее, чем мой ребенок Вся система семьи важнее, чем, не знаю, мой брат А вы думаете, что можно развестись? Ну, зрители есть постарше, да У кого уже несколько попыток было Ты пока еще пробираешься в эту историю Вся система семьи важнее, чем каждый ее отдельный член И когда люди разводятся Вы думаете, что они делят, кто с кем спать будет? Нет Да, люди могут разойтись на этом слое Но есть нечто большее Что всех объединяет Это семейная система А еще страшно, когда вы рождаетесь И эта семья дала вам жизнь Но почему-то, становясь постарше Физически постарше Сознательно-то нет Считаете, что имеете право осуждать Что там было у мамы и папы Что имеете право быть судьей Или исправителем Ни у одного отдельного человека Не хватит сил тащить на себе все за всех Но у тебя эта идея есть И ты в этом платишь и своим здоровьем И своими реальными отношениями Что с ними, с родовой системой Что с той семьей, которую ты можешь построить Потому что пока Фантазии перекрывают о том, как это выглядит идеально О том, как это устроено Они оторваны от реальности Давай с тобой попроговариваем фразы Скажи, я признаю и принимаю Я признаю и принимаю Своих родителей Своих родителей Такими, какие они есть Такими, какие они есть И даю этому место И даю этому место Скажи, моя мама Моя мама Лучшая женщина для папы Лучшая женщина для папы А мой папа А мой папа Лучший мужчина для мамы Лучший мужчина для мамы И у них все было правильно И у них все было правильно И я как ребенок И я как ребенок Не имею права Не имею права Осуждать их Осуждать их И переделывать их историю И переделывать их историю И я даю этому место. У моих бабушек и дедушек все было правильно. И они дали жизнь моим родителям. А у родителей появилась я. А значит, в этом тоже не было ошибки. И я даю этому место. Я признаю и принимаю все отношения в моей семье такими, какие они есть. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, которую я за него уже заплатила. Скажи, я хотела бы торговаться? Я хотела бы торговаться. Но у меня не получилось. Скажи, и похоже? И похоже. Мне придется принять все, что там было. таким, какое оно было. Таким, какое оно было. И перестать с этим спорить. И перестать с этим спорить. Как себя чувствуешь? Чувствую немножко растерянно себя. Интересно проживать это по-новому, вот с новыми загрузками. Потому что мне кажется, что я все время их принимаю. И все время там с ними не спорю. И думаю, как хотите, так и живите. Скажи, как хотите, так и живите. Как хотите, так и живите. Обязательно, как я скажу. Обязательно, как я скажу. Как себя семья чувствует? Мне прям хорошо. Как будто такое облегчение случилось. Да. Как вы себя чувствуете? Отлично. Как ты себя чувствуешь? Намного спокойнее и принятие. Скажи, я признаю и принимаю Я признаю и принимаю Всех тех в моем роду Всех тех в моем роду Кого исключили из семьи Кого исключили из семьи И я даю им место И я даю им место Скажи, оказывается Оказывается Они имеют право на это место Они имеют право на это место Скажи, я признаю и принимаю Я признаю и принимаю свою семью такой, какая у меня есть. И другой семьи у меня не будет. Все, что построю я, это будет продолжением того, что уже есть. Дерево не растет без корней, понимаете? И все, что вы исключаете, на то вы потом и натыкаетесь. И думаете, ну как же так? Почему не работает? Наверное, мужчина, недостаточно белый лист и недостаточно стена. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю своего папу таким, какой он есть. Скажи папочка. Папочка. Я бессознательно буду искать тебя в других мужчинах. Буду искать тебя в других мужчинах. И если они на тебя похожи, если они на тебя похожи, значит, они могут быть из нашей системы. Из нашей системы. Ну, как по образу и подобию, да? Своих, когда ищете, так о, похож. Как себя чувствуешь? Чувствую себя хорошо. Окей. Останьте, пожалуйста, вот вы друг напротив друга. Скажи ей, я хотела тебя исправить. Я хотела тебя исправить. Я думала, что у тебя много ошибок. Я думала, что у тебя много ошибок. А оказалось? А оказалось. Что это опыт? Что это опыт? И я из этого состою. И я из этого состою. Скажи, оказывается? Оказывается. Я часть тебя. Я часть тебя. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю себя как члена своей семьи. Себя как члена своей семьи. Я думала, что я не такая, как они. Я думала, что я не такая, как они. Что я другая. Что я другая. Продвинутая. Продвинутая. А оказывается? А оказывается. Это я такая продвинутая благодаря им. Скажи, я часть своей системы. Я часть своей семьи. По праву рождения. Как себя чувствуешь? Очень всё смутно внутри. Спокойно, но вот есть этот момент, связанный с семьёй, что как это сейчас можно по-другому тогда изменить, как себя нужно сейчас вести, ну, чтобы это было искренне. И интересно, как это будет после моих новых каких-то мыслей сейчас. Знаешь как, наверное, достаточно будет посмотреть на свой род, на свою семью и понять несколько вещей. Первое, что другой семьи у вас не будет. Вы уже не родитесь у других мамы и папы, у других бабушки и дедушки. Идея о том, что нужно провести кастинг и выбрать себе просто классного мужика и с ним построить, и вот там-то всё и случится. А это утопия. Да, действительно, вы можете строить отношения, и одно другому не противоречит, в том плане, что это разные сути. Второе, вторая важная мысль о том, что если в семье есть дети, то после развода семья не перестаёт существовать. Обычно в социуме принято считать, что развелись, ну всё, теперь не папа. Или развелись, ну всё, семья распалась. А она не распалась. Ну а куда вы детей денете? В смысле, вы ластиком, что ли, их сотрёте? Или такие, пойдём обратно в роддом вернём. Ну куда вы это денете? Да, куда вы эту связь денете? Да, вы можете по-другому общаться, привыкать к новому быту, договариваться. Да, вы можете не идти как мужчина и женщина по жизни, как партнёры. Но семья, она не умирает. Когда есть продолжение рода, продолжение семьи, вы всё равно в родовое древо будете вписаны, как прабабушка и прадедушка. Вашим правнукам глубоко плевать будет, вы развелись там или не развелись. Поделили имущество, не поделили, им вообще всё равно. Я вот восстанавливала родовое древо до 1700 года. Там было всё. Но они все у меня вписаны. Пра-пра-пра, семь раз пра, пять раз пра. Мне без разницы, развелись они там, не развелись. Были ещё дети от других браков или от других женщин, значит, просто семья больше. Ну, реально, по документам они просто все в родовое древо вписаны. И третья важная мысль, уловите её, что каждый ребёнок имеет право на своих родителей. Каждый ребёнок имеет право на свою маму и имеет право на своего отца. Когда вы на уровне мужчины и женщины, не поделив вот в этой возне, а начинаете детей лишать базового права на родителей, на родителя, то вы искажаете всю систему. Это просто средство манипуляции становится. Но система и цельность семьи, она всегда важнее. Цельность это не значит, что вы должны 70 лет и до конца дней и вместе жить. Нет. Это означает, что вы не перестаёте быть родными друг другу. Это, знаете, я вам поделюсь от себя. У меня в этом году был праздник. 40 лет со дня рождения семьи. 40 лет назад мои мама с папой расписались, у них была свадьба, они поженились. А развелись моя мама и папа, когда мне было 7 лет. Но я как ребенок имею право на семью. Мне вообще все равно, что они как мужчина и женщина могли не поделить что-то. рода. Но я по праву своего рождения имею право и на своего папу, и на свою маму, и на дату рождения семьи. И тогда семья это нечто большее. И она, семья как система, выполняет функции, чтобы у каждого члена семьи было всё, что ему нужно. чтобы было продолжение рода, чтобы заботились о детях, о внуках, чтобы они в школу ходили, росли, развивались, обучались. Когда бывшая свекровь, как будто бы бывшая, сидит и с вашим ребенком учат уроки, семья продолжает выполнять свою функцию, и это вообще лежит за пределами, разведен, не разведен. Понимаете, это нечто большее. Когда ты понимаешь, что ты ищешь не мужчину спасателя, а когда вы создаете нечто большее, чем вы сами. И нечто более важное, чем каждый по отдельности. И вот здесь и есть вот эта жизнь. Когда больно, неприятно, непонятно, социально неодобряемо и вообще не фамилии лук, понимаешь? Но оно твое. И тогда, когда оно твое, и ты чувствуешь себя частью этого, ты в этом всем находишь невероятную опору. это именно про внутреннее душевное состояние. Я не один. Я никогда не один. Даже если я уехал в другой город, я не один. Даже если в другую страну, и мне кажется, что весь мир отвернулся от меня, я все равно не один. Потому что там есть вот они. даже если там уже почти не осталось никого в живых, они там все равно есть. Они во мне. В каждой клеточке моего тела. Понимаешь? И тогда вот эта скала, ты ее вот отсюда у себя взращиваешь. И вот они, они. Вот она твоя скала. И тогда не нужно все делать самой. И тогда не нужно тащить за них. И там не надо ничего исправлять, там сила невероятная. Скажи, похоже на то, что я все перепутала. Я забыла, что я пришла после них. Что они сильные и выжили в тяжелые времена. И выжили в тяжелые времена. И я даю этому место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Давай мы сделаем вот так. Лицом друг другу встаньте, а ты встань за ее спину. И просто посмотрите друг на друга. А иди ты тоже встань. Это семья, которую ты собираешься строить. Скажи, мне страшно, что мне придется повторить опыт своих предков. И первое, что у меня поднимается, страх и боль. Я даю этому место. А у него тут тоже его семья. Они просто не все пришли. Ладно, давай я еще одну фигуру вам добавлю. А давайте вот девушка в рубашке, да, да, вы. Нет. Нет. Почему не хочешь смотреть на него? Ты же обманываешь, что ты хочешь тогда семьи. И первое, кто сбежишь. Побудь, пожалуйста, фигурой любви, а то не хватает тут вот немножко. Да. Как ты себя чувствуешь? Мне хочется отойти пока, подальше посмотреть, чтобы получше видеть. Скажи, я предпочитаю наблюдать за чужой любовью, чем чувствовать любовь. Я иду в это. Мне пока сложно из фантазии превратить тебя в реальность. Я даю себе столько времени, я даю себе столько времени, сколько мне нужно. Сколько мне нужно. Вы можете думать, что вы чего-то хотите, и даже фантазировать, как это будет выглядеть, но когда вы в реальности соприкасаетесь с этим, без фантазии посмотреть на это, может оказаться сложно, болезненно, и тогда получается, что все, что ты говорила в начале про образ семьи, ты себя в этом обманываешь. И это тоже нормально. Я думаю, можно заканчивать. Вы получили множество своих сообщений и осознаний про себя, про любовь, про свои семьи, про систему, и возьмете то, что вам нужно. До новых встреч. До встречи.